День Добрососедства Мы уже второй год отмечаем. Соседи собираемся. Здесь во дворе отмечаем. Каждый год пироги пьем. Песни поем. Стихи раскатываем. Дети приходят к нам. Двор поделили на несколько площадок. Это называется «Соседки на заметку». Здесь можно не только попробовать угощение, но и сразу взять рецепт понравившегося блюда. Песочное печенье. Вот это вот с марципаном мы делали. Это вот сердечки. Дома готовила. Мне немножко внучка помогала. В силе и ловкости целыми семьями состязаются на площадке «Мама-папа-я. Спортивная семья». А это уже мастер-класс рукоделия. В этом дворе живут более тысячи человек. Но соседи они действительно добрые. Практически единогласно приняли решение поучаствовать в программе «Маршрут благоустройства». Еще в апреле подали заявку, собрали необходимые документы и уже в июне здесь начнутся строительные работы. Сейчас это обычный пустырь между домами. Но уже в этом году все кардинально изменится. Здесь появится детская игровая площадка, место, где смогут отдыхать пенсионеры, а также тренажеры и зеленая или парковая зона. Общая площадь дворовой территории – 2 гектара. Это самый большой моногородской двор, попавший в программу. «Это на данный момент самый инициативный двор с самыми инициативными жителями, которые смогли понять, что такое комфортная среда, какие мероприятия необходимо сделать. А именно, они подготовили эскизный проект, зашли в экспертизу с достоверностью СМЕД и получили ценовую категорию». Таким, как на макете, двор станет уже в ноябре. «Никто не говорит, что с окончанием федеральной программы вообще программа «Комфортная среда» будет завершена. Мы сейчас думаем о том, чтобы ее продолжать уже на региональном уровне, после того, когда уже официально федеральная программа будет закончена». На реконструкцию этого двора потратят более 26 миллионов федеральных рублей. Жильцы должны будут софинансировать всего 1% затрат. «С трехкомнатной квартиры где-то в пределах 500 рублей, с двухкомнатной где-то 400 рублей и с однокомнатной в пределах 250 рублей. Это мизер по отношению того, что здесь будет сделано». Единственная обязанность, которая ложится на жильцов – в дальнейшем содержать обновленный двор в порядке. Всего в этом году по области благоустроят 162 двора. Пока приоритет отдается моногородам и городам-участникам Мундиаля. Посадка семейного дерева, игры на доверие и совместное творчество. Ярмарку семейных традиций провели в Ростове. Будущих приемных родителей познакомили с воспитанниками Ростовского центра помощи детям. А те, кто уже усыновил ребенка, поделились опытом. Свои мечты компонуют на бумаге в зале приемные родители с детьми, воспитанники центра помощи детям и те, кто только хочет взять ребенка в семью. Коллажи желаний помогают сиротам найти общий язык со взрослыми, а будущим родителям присмотреться к детям. Конечно, страшно, потому что это незнакомое чувство материнства. Ты его не выносил в животе, но все равно думать о том, что это твой ребенок. Они просто дети, которым не хватает материнской ласки, тепла и все, больше ничего. Чтобы просто приобнять, поцеловать, и они оттаивают. Маргарита Глазунова решила взять опекунство над ребенком 5 лет назад и понеслось. Теперь в приемной семье 7 детей. Рита старшая, ей 15 лет. Бригадир следит за порядком, помогает младшим. Много детей, всех разных характер. Некоторые тебя 5 сферого дня не влюбили. Все такие ходят, прям такие, кто это, что это, нет, не надо, что ты делаешь. А потом со временем они все такие, ой, Риточка, Риточка, что мы без тебя будем делать? Удачный пример воспитания Риты должен вдохновить будущих родителей, уверена глава семейства. Сейчас те охотно разбирают малышей, а с детьми постарше боятся проблем. Мне кажется, что я ему ничего не смогу дать, он уже взрослый, он уже сформировался как личность. Если маленького, мне кажется, еще могу что-то заложить, какие-то, чем-то поделиться своими знаниями. То, ну, серьезно, не может. Ну, пока нет, может быть, конечно, я ошибаюсь. Наталья Николаенко – частый гость подобных мероприятий. Уже год ждет, что сердце подскажет, с каким ребенком по пути. Беседует с детьми, высаживает вместе с ними деревья на аллее семьи. Играет, пытается наладить контакт. Сейчас в Центре помощи детям 19 человек. Большинство через год выпустятся. Воспитанники живут по новой системе. Разделены по 8 человек. У каждой семьи свое пространство. Собственные кухни, комнаты отдыха. Система применяется совсем недавно, но результаты уже есть. С удовольствием идут на контакт на любой. Они и со взрослыми общаются. Они выходят сейчас у нас легко на сцену с концертами. Центр помогает своим воспитанникам и после вступления во взрослую жизнь. Оформить документы, например, проконсультировать по юридическим вопросам. А для приемных семей проводят регулярные занятия. Юлия Карасюк, Тагир Фатахев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Больше выиграть в этом году было нельзя. Ростов-Дон завоевал все трофеи, которые было возможно. И пока все чемпионки в сборе устроил торжественную встречу с болельщиками. Итоги сезона подводили под девизом «Притягиваем золото». Француз держит слово. И речь здесь не о главном тренере Фредерике Бужане, а о специалисте по физподготовке Франке Куне. Мужик сказал, сбрею бороду, если возьмем кубок страны. Мужик сделал у всех на глазах. Я немного разочарован, потому что не заплатил моему бродобрею. Это было бесплатно. Но это очень хорошая работа. Побрил практически начисто. Спасибо большое фанатам за хорошую идею. Я очень счастлив, потому что мы очень сильно провели концовку сезона, несмотря на усталость. И я горд за девчонок. Градоначальник Виталий Кушнарёв приветствовал чемпиона как напарник по команде. И получил в подарок золотую майку Анны Сень. Благодарил помимо девушек и нового тренера. Благодаря вашей замечательной самоотверженной работе мы сегодня имеем такой результат. Вы очень эффектно вписались в команду и позволили нам добиться и девочкам таких замечательных результатов. А председатель Побечительского совета Иван Савиди объявил, что на будущий год нужно завоевать Кубок Лиги Чемпионов. И пообещал в ближайшем будущем на Левом берегу справа от Ворошиловского моста появится гандбольный дворец. Ему подарили майку капитана, хотя ждал от Вяхеревой. Хочу сказать огромнейшее спасибо от лица всех наших девочек, от лица всех наших тренеров, тренерского штаба. Большое спасибо вам, что вы к нам сегодня пришли, за то, что вы приходите к нам каждый день. В свою очередь Виктория Борщенко показала эксклюзивное видео и раскачала аудиторию как на рок-концерте. Клуб вспомнил о работниках Дворца спорта и волонтерах, которые безвозмездно помогают на каждом матче. Фантастический сезон. Вы нам подарили море положительных эмоций. Прежде всего, разрешите выразить за это вам огромную благодарность. Благодарность всем, кто приложил руку к этому результату. Да, рук к успеху приложили множество. Если только одних мастеров ручного мяча взять, уже будет лес. Самым ценным игроком сезона признали Катрин Лунде и намекнули, что были бы не против увидеть ее в команде снова. Лев Клинов, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. На Таганрогской набережной поднимаются клубы дыма. Гремят выстрелы и взрывы. В самом разгаре Крымская война. В Таганрог съехались реконструкторы со всей России, чтобы отыграть бой 1855 года с англо-французским десантом. К бою будущие враги готовятся вместе. У Троицкой крепости проверяют боеспособность оружия казаки и французы. Я играю, к сожалению, французского военнослужащего. Это ветеранка Валерий. На мне мундир периода Луи Филиппа, то есть более раннего периода. Но, тем не менее, французов у нас не хватает. Поэтому вот я в таком фрачном мундире. Александр Гордиенко, реконструктор с опытом, играет уже более 30 лет. Сегодня вместе с казаками, ополченцами и армией встанет на защиту Таганрога. Таганрогцы отстояли город от англо-французского десанта, сожгли канонерскую лодку, отбили несколько атак англо-французского десанта. Костюмы максимально приближены к подлинным. Здесь и пороховница с настоящим порохом сабля и газири. Вот газири говорят о Хавказской войне. Да. Газири – это патроны. Здесь скрученные патрончики, а вот сам газирь – это мера пороха. Перед боем отслужили службу в Свято-Никольском храме, в стене которого с тех времен остались два пушечных ядра. Затем собрались на берегу моря. Во втором фестивале обороны Таганрога 1855 года добавили взрывов, выстрелов, пожаров на складе и кавалерию. По истории донские казаки, конно, тоже там защищали и участвовали в этой обороне. И мы добавляем лошадей. Мы решили это сделать ярко, красиво, чтобы они конно захватили корабль «Джаспер». Врагу удалось захватить Керчь и Ейск. Затем высадиться на берегу Таганрога, чтобы предложить сдать город без боя. Ответом было – русские не сдают своих городов. На поле боя и потомок участника той войны Алексей Петрушкевич приехал из Москвы со всей семьей. Был мой прапрапрадед Юстин Стефанович Петрушкевич. Он был участником обороны Севастополя. Все 349 дней обороны он провел в осажденной крепости. Был рядовым пехотного полка. Остался жив, к счастью. В этот раз живы остались все участники боя. Четверопленных – минимум потерь. И максимум планов на будущий фестиваль. Мы сейчас соберемся, штаб, весь организатор соберемся, обсудим вместе, на чем еще можно масштаб увеличить, что добавить, где красок. Возможно, это будет увеличение количества ялов, яхт, фрегатов, с парусами и так далее. Сейчас обсуждали вместе с коллегами, с точки зрения подключения сюда, возможно, прохождение, в том числе, даже и авиации. Правительство Ростовской области, администрация города, волонтерские организации приложили немало сил, чтобы этот праздник, по сути, стал традицией. Мы сегодня говорим о том, что существует связь поколений, что русский народ, донское казачество, все достояли на страже Дона, на страже России. Праздновали до самого вечера, провели гонки на елах и шлюпках, джекетовку Всевеликого войска Донского. А завершился день победным фейерверком. Инна Панфилова, Сергей Вишняков, Дон-24, Таганрог. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи.